Юра Шатунов. Коварный разлучник. Певца застукали в объятиях замужней женщины. Ха-ха, не волнуйтесь. Все это случилось понарошку, а точнее на съемочной площадке во время съемок телесериала. Где, кстати, Юра впервые дебютировал как актер. После долгого затиши герой миллионов вновь в строю. Юра Шатунов не только активно колесит с гастролями по стране, но и пробует свои силы в новых профессиях. На днях певец принял участие в съемках популярного телесериала. Слушайте, кто меня ждет? Я ни с кем не договаривалась. Боже, Боже, Юра Шатунов! Господи, я так счастлива, так мечтала с вами познакомиться. По-любому интересно попробовать где-то в другом аспекте себя. Но опять-таки, те же сериалы, а это совсем немножко другая индустрия, скажем так, и далекая от музыки. Тем более мне дали сценарий, который я прочитал вот только здесь. То есть вообще не готовясь заранее. То есть мне дали, просто вот так я читаю, и просто уже на месте все. Не упровизирую, то есть достаточно живенько. Превращение певца в актера прошло почти безболезненно. Как для Юры, так и для новоиспеченных коллег по цеху. Профессиональные актеры приняли Шатунова в свой клан с радушием. Спасибо, огромное спасибо, если он сейчас меня видит. Юра, спасибо большое. На самом деле опыт достаточно удачный. Он органично смотрится в кадре и хорошо держит текст. Так, что делать? Ну, вот значит, Юра, значит, говорит реплику. Нет, злойкает. Отлично запишем реплику. Давайте там снишься. На повороте. Газеты, ладно. Ну, давай. Газета заменяет, закрыт стол, заменил газету. Скатер, свечки-то. Да, у меня сегодня получилось сниматься, я считаю, что это эпоха целая, с замечательным просто артистом Юрой Шатуновым. Я его очень обожаю с детства, и он прекрасно выглядит, он молод, красив, талантлив, и это было прям незабываемое впечатление. Роль Шатунову досталась одновременно простая и в то же время сложная. Он играет самого себя, но при этом нечаянно почти разрушает семью. В него влюбляется замужняя женщина, и это оборачивается для всех героев телесериала сумасшедшими событиями. Вообще, как бы, сам сюжет интересный такой, достаточно смешной, скажем так. А потом мне не пришлось никого играть, кроме как себя. И это немножко облегчило, скажем так, мою задачу, потому что для меня было бы сложнее кого-то сыграть, наверное, но не имея опыта, да. Поэтому сейчас, после этого пробного опыта, можно уже будет попробовать и кого-то сыграть. Планы у певца Наполеоновский. Ему очень понравился первый кинематографический опыт, и теперь он намерен осваивать актерскую профессию с пристрастием. И кто знает, возможно, уже завтра мы сможем увидеть Шатунова на экранах кинотеатров.